Все 85 регионов России объявили о введении QR-кодов для посещения общественных мест в рамках борьбы с коронавирусом в крупных городах Хабаровского края. С 4-го, напомним, по 12 ноября действуют жесткие ограничения. Согласно подписанному губернатором края документу, запрещено оказание услуг в торговле в торговых центрах. Запрет не распространяется на продажу продовольственных товаров, работу зоомагазинов и аптек. Ограничения не касаются заведений общественного питания, которые работают на вынос или осуществляют доставку заказов, а также мест общественного питания, работающих в зданиях авто-железнодорожных, речных, морских вокзалов, портов и аэропортов. Детские сады, школы и колледжи продолжают работать в обычном режиме. Для посещения спа-салонов, косметических салонов, парикмахерских с 4 ноября нужно предъявлять QR-код вакцинированного или переболевшего. А с 7 ноября это правило стало обязательным для использования междугороднего автомобильного и железнодорожного транспорта на территории Хабаровского края. Сообщалось, что граждане старше 60 лет будут получать компенсацию льготного проезда по предъявлению QR-кода, так как среди этой категории граждан самый высокий уровень смертности и при этом самые низкие темпы вакцинации. О правовых нюансах мы поговорим с нашим гостем. У нас сегодня в студии Артем Нечапорук, преподаватель кафедры гражданского права Дальневосточного филиала Университета правосудия. Артем, доброе утро. Доброе утро. Ну, конечно, все вот эти коронавирусные ограничения еще с самого начала начали ввели в смуту и часто стали люди задавать вопросы. А насколько ли это вообще все законно? Вот сейчас, если я клиенту отказывал в заключении договора, насколько это правомерно? Ну, для начала стоит сказать, что когда мы говорим о заключении потребительских договоров, то речь идет о публичном договоре. И по идее, если мы говорим о 426-й статье гражданского кодекса, то отказ в заключении возможен, только если у предпринимателя отсутствует возможность заключить такой договор. И вот тут нам нужно посмотреть в целом законодательство, поскольку практики пока по QR-коду нет, то есть судебной практики нет, которая бы нам сказала правомерно или неправомерно введение тех или иных ограничений. Но поскольку у нас уже есть действующие постановления практически во всех субъектах, мы можем сказать вот о чем. В Хабаровском крае, во-первых, действует федеральный закон о защите населения от чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера. И вот на основании этого постановления еще в 2020 году у нас выпустили распоряжение правительства о введении режима повышенной готовности. А этот режим, в свою очередь, может устанавливать ограничения, которые направлены как раз-таки на противодействие распространения коронавирусной инфекции. Более того, у нас есть указ президента 316, опять-таки от 2020 года, который определяет, что на территориях субъектов органы исполнительной власти могут вводить или отменять ограничения, исходя из конкретно складывающейся эпидемиологической обстановки на территории субъекта. Атор Торпин, знаете, что я хотел уточнить? Вот мы пытаемся разобраться в правовой ситуации, да, вот как-то без, что называется, каких-то эмоций, просто понять, какая складывается история. Многие люди в социальных сетях, в торговых центрах на входах, они стоят, чуть ли не сраспечатаны. Конституция говорит, что вот, конституция гарантирует, люди даже не читали ее, гарантирует мне свободное перемещение, и что никакие, вот они говорят, никакие указы, никакие постановления местного правительства не могут быть выше конституции. Вот здесь вот соотношение норм, которые прописаны в разных правовых актах, оно какое? Тут нужно говорить о системном толковании действующего законодательства. Если мы говорим о конституции, опять-таки есть ограничения, то есть права граждан не могут быть ограничены ничем, кроме федерального закона. И вот тот федеральный закон 68, который защищает граждан от угроз техногенного, природного характера, чрезвычайных ситуаций, он позволяет на территории субъектов вводить различные ограничения. Более того, у нас есть федеральный закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии, который обязывает как граждан, так и хозяйствующие субъекты соблюдать действующее санитарное законодательство. И вот то, о чем вы говорите, продемонстрировала ситуация с введением масок. Вот, наверное, все помнят, что когда маски были введены, у нас появилось разъяснение Минпромторга о том, что могут отказать покупателю, если у него нет средств индивидуальной защиты. И вот тогда были обращения, в том числе и Верховный суд, и Верховный суд вынес решение по аналогичному делу. То есть он сказал, что поскольку у нас есть, с одной стороны, гражданский кодекс, регулирующий частные правоотношения, та самая 426-я о публичном договоре, с другой стороны, у нас есть закон о защите населения, есть закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии, и есть указ президента, есть у нас коронавирусная инфекция, которая, кстати говоря, включена в перечень заболеваний, которые представляют опасность. В связи с этим, если на конкретной территории вводятся те или иные ограничения, направленные на противодействие распространению коронавируса, то они правомерны, и отказ в заключении договора, если у человека отсутствует маска, правомерен. Вот мы пока не видим по QR-коду аналогичных решений, но это связано только с тем, что только-только появляется QR-код в практике. Да, вопрос времени. И это вопрос времени. То есть, скорее всего, если мы видим по маскам, а это тоже средство или мера, которая направлена на ограничение распространения коронавируса, то, наверное, стоит полагать, что если аналогичные запросы будут, то модель судебных решений будет такая. Но пока мы об этом говорить, конечно, не можем, поскольку, ну вот еще раз, у нас прошло довольно мало времени, и еще не было обращений. Ну а поскольку для рассмотрения дела установлены процессуальные сроки, то нужно подождать. К QR-коду мы еще вернемся, наверное, в процессе этого разговора. Вот давайте вернемся к тому, о чем мы говорили до, по поводу договора. Если действует какой-то договор, то могут ли как-то поменять его существенные условия? Например, у человека есть договор на оказание услуг фитнес-центра. У него там полгода, например, уже прошло, еще полгода осталось, а тут ему говорят, нет, 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 дружок, у тебя нет QR-кода, ты не вакцинирован. Что делать? Как здесь могут складываться? В данном случае мы можем усмотреть существенные изменения обстоятельств. То есть речь идет о том, что в момент заключения договора, вот полгода назад в вашем примере, стороны, ни исполнитель фитнес-центра, ни человек-потребитель не могли предположить, что вот в будущем будут введены QR-коды. И у нас есть 451-я статья Гражданского кодекса, которая позволяет сторонам изменить или расторгнуть их соглашения, если обстоятельства изменились существенно. Что значит существенно с точки зрения права? Это такое изменение обстоятельств, которые стороны, если бы могли предполагать заранее, то они либо не заключали бы вовсе такой договор, либо заключили его на существенно иных условиях. А вот в данный момент мы говорим о том, что это обстоятельство возникло, и возникло не по воле ни одной из сторон. То есть ни одна из сторон не может отвечать за это. И тогда есть две модели. С одной стороны, они могут договориться, ссылаясь на 451-ю статью ГК, и изменить условия договора или расторгнуть договор. Но если они не могут договориться, но одна из сторон, ну, например, фитнес-центр или потребитель желает расторгнуть договор, то это можно сделать в судебном порядке по заявлению заинтересованной стороны, и в судебном порядке требовать либо расторжения, либо изменения договора. Но когда мы говорим о существенном изменении обстоятельств, то, понятно, закон не определяет все возможные существенные обстоятельства. Но все не учтешь. Но есть одна особенность. Потому что непредвиденная. Вот поскольку вот эти ограничения уже не первый день действуют, то у нас есть обзор, утвержденный Президиумом Верховного Суда по вопросам, которые возникают из практики применения законов и мер, направленных на противодействие распространению коронавирусной инфекции. Это утверждено Президиумом Верховного Суда 21 апреля 2020 года. И вот в этом обзоре есть ссылка, что судам стоит учитывать, что изменения эпидемиологической обстановки и введения ограничительных мер могут служить основанием для расторжения договора по 451-й. То есть судам стоит учитывать, что это может являться существенным изменением обстоятельств. И на что будет рассчитывать клиент тогда в этом случае? В данном случае, если стороны договорятся, то так, как договорятся, так и будет. То есть поскольку это частные правоотношения, то в первую очередь закон предлагает им договориться. Как они распределят расходы? Как они будут компенсировать взаимно или не будут компенсировать? Но если они не договорятся, заинтересованная сторона обращается в суд и вот в соответствии с 451-й статьей Гражданского кодекса, в этом случае суд должен будет по требованию стороны распределить расходы с учетом разумности и справедливости. То есть тут конкретную ситуацию нужно смотреть индивидуально. Сколько было оплачено? Или может быть оплачено еще не было? В частном случае. Да, конечно. Но опять же нужно будет в частном порядке договариваться, если человек хочет получать услуги, но прививаться и получать QR-код, соответственно, в том числе не хочет. У нас, к сожалению, время вышло, отведенное на наш разговор, и редактор меня будет сейчас ругать, но я не могу не спросить. Правовой статус QR-кода как таковой? С ваших слов я понял, сейчас неопределенно, но я уверен, законодатель успеет это сделать. Паспорт, который просят предъявлять. Вот здесь очень тонкий лед. Паспорт же не всем нужно показывать, и не все могут требовать предъявлять паспорт. Например, охранник на входе в торговый центр. Как быть? Здесь есть какие-то уже разъяснения? Для начала мы не можем говорить, что QR-код неопределен. У нас есть постановление в Хабаровском крае и так далее. То есть мы понимаем, что QR-код – это обязательное требование сегодня. По поводу разъяснений, как таковых, мы не можем сейчас о них говорить. Ну, каких-то конкретных требований, но опять-таки, что касается паспорта, то это документ, удостоверяющий личности. Человек просто-напросто удостоверяет, что это он, и тем самым получает возможность заключить договор или пользоваться услугой. Но я полагаю, что практика будет развиваться в этом направлении, то есть так же, как это было со средствами индивидуальной защиты. Если граждане считают, что какие-то нарушения закона имеют место быть, они могут оспорить это в суде. Граждане говорят о том, что охранник не имеет права требовать предъявить паспорт. Вот о чем идет речь. Ну, в этом случае, наверное, стоит решать вопрос представителям организации. То есть охранник, он не может требовать, возможно. Но есть представители организации, допустим, индивидуальный предприниматель, а он с точки зрения нового постановления 541-го не может оказать услугу без QR-кода и предъявления документа. То есть в этом смысле он обязан соблюдать требования действующего, в том числе санитарного законодательства. И если мы, допустим, такое лицо в помещении, то мы ведь не знаем его состояние здоровья. А это может поставить под угрозу жизни здоровья неопределенного числа граждан. То есть здесь речь идет о том, что публичные интересы пытаются защитить наибольшее количество частных лиц. Спасибо большое, Артем. Как наворотил этот коронавирус. Еще раз мы обращаемся ко всем нашим зрителям. И напоминаем, что помимо Конституции нашей страны есть еще и другие законодательные акты, есть федеральные законы, есть постановления, указы президента, многое-многое другое. Если вы хотите правильно и компетентно отстаивать свои права, тогда уж будьте любезны, читайте и изучайте эти документы. Ну а в остальном помните, что к коронавирусу действительно никто не был готов. Ни мы, ни правительство, ни бизнес. Давайте оставаться людьми. У нас в гостях был Артем Нечипорук, преподаватель кафедры гражданского права Дальневосточного филиала Университета правосудия.